всем доброе утро друзья стою возле дома своего двора и жду автобус сейчас я выезжаю на экскурсию каппадокрию на два дня у меня такие вот провожатая смотрите товарищи один черный и второй вот такой гуси меня провожать сели возле меня и сидят никого больше вокруг что друзья что-то нашел черный чёрненький ты хороший да такой вот черный вообще ручные не боятся что где мой автобус так ну пока нету 415 должны забрать уже 415 ехать туда довольно долго часов на 7 что расстояние 500 километров до каппадоке от аварии не знаю сколько будет остановок какой режим езды ну пока пока в общем жду автобус пожалуйста где находятся наши столики потом у вас будет 45 минут свободного времени так еще раз всем доброе утро друзья я сейчас нахожусь в дороге в каппадокию еду уже третье автобус поменял сейчас заехали на завтрак в такую локацию здесь какой-то ресторанчик завтрак не шведский стол но он включен мы не платим за еду дежурный дежурный пес здесь кстати хорошо прохладно вообще не жарко комфортная температура смотрите камни какие-то продаются магазинчик вот такая здесь сервировка все готово садимся и видим завтра включает такую тарелочку завтрак закончился такой скромненький был завтрак по яичку по 4 оливочки по два кружочка огурчика чай правда и две пиалочки маленькие в одной варенье во второй мед по два ладушка но вы видели как бы так заморить сервичка нужно место красивая окруженная горами здесь панорама еще разу проведу большой такой паркинг вот этот автобус тоже идет на каппадоке но так понял это на этом маршруте ресторан куда заезжают все группы практически есть заправка занимает эта экскурсия два дня с ночевкой в отеле каппадоке и там еще какие то будут я всю программу пока не знаю в общем по ходу пьесы буду вам показывать рассказывать пока едем вот заехали на завтрак выехали 5 начала 6 пока всех собрали и движемся полет на воздушном шаре естественно не включен потому что это отдельная уже опция и кто хочет покупает ее уже там на месте стоит она те цифры которые я слышал где-то 250 до 300 евро полет воздушном шаре длится он то ли 40 минут то ли час что такое ну вот как то так поэтому это уже по желанию а так наблюдать все эти взлеты шаров там на фоне всего пейзажа каппадоке этих пирамидальных таких горных образований какие там есть ну в общем посмотрим что будет думаю будет интересно по крайней мере красиво такие тут барбосы бродят охрана здесь и кстати зарядка для электромобилей заряжается машинка стоит самое интересное что здесь прохладно за счет того что наверно это высота в горах довольно приличная сейчас посмотрю по альтиметру какой уровень над уровнем моря на час где находимся друзья высота над уровнем моря 1520 метров поэтому здесь так и прохладно потому что мы отъехали всего от алании там может километров 150 а уже настолько разница в температуре это оказывается просто высота на этой высоте вот такая температура классно вообще градусов 22 где-то мы очень комфортно хорошо хотя в каппадоке наверное будет жарко потому что по прогнозу там 30 ну любом случае если это будет 30 они 40 аквала не это будет тоже более-менее нормально также здесь продаются вот такие глиняные изделия это горшки такие вот кастрюльки горшочки как не знаю их назвать там вот какие-то вазы кувшины здесь тоже такая декорация это с дерево на или тоже керамика не керамика чайники для чая заваривать чайок это лампы среди на нас что-то ставишь и она светится изнутри я так понимаю это производство местному что здесь какая-то печь специально может здесь и запекают вариант в общем вот такая здесь торговля в азиатской части мы считали стоит строить одну башню чтобы для того что они начинают смолу и масло заливают на землю и оттуда начинать эти 9 8 городе Мевшихир тоже в Камадонке есть тюрьма но в Мевшихире есть по всему городу где будет один или там подземный город или там подземный слайд и за этим тюрьма тоже находится сверху тюрьма снизу получается подземный слайд так друзья мы приехали на первую локацию это вот такая вот местность сейчас будем куда-то идти здесь наша группа разделилась на две части как бы одна англоязычная который будет делать экскурсию на английском языке и мы те кто русскоязычный русский казахстан украина это было самой высокой точкой кая это означает скальный скала шехер это город скальный город из-за того что самая высокая точка вот так вот скалой здесь стояла ее назвали кая шехер но при этом место еще называют каля шехер в честь того что эта башня здесь стоит византийская получается башня 6 века после этого при арабах и при красивое строение внизу это вот администрация города коричневое здание рядом находится очень красивая мечеть огромная размеры и огромная четыре минарета а здесь вот пещеры находятся такие в этой в этом холме на котором крепость стоит такие вырыты круто они откуда они пришли неизвестно до 19 века про вообще про них только было написано только в библии проходил что есть такой народ хоть и но 19 веке было найти на плитах где было написано первый мировой договор который был согласен с египтом и подпушек и империи и 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 Второе находится в Олоне, в котором от Египта остался экземпляр. Хатти были невысокого роста, примерно метр пятьдесят сорок пять килограммов. До пятьдесят лет они жили, потому что им не хватало цинка, они жили под землёй. Почему они жили под землёй? Когда люди вышли из пещеры, они первые дома строили именно под землёй. С города Кони на восточную часть сорок километров есть первый подземный город, я называю его Чарпалхуик. Там минус два этажа. Получается, минус первый этаж, там жили овцы, вот это всё, животные. Минус втором этаже жили сами люди. Это было популярно в то время, как из пещеры вышли, все первые люди жили под землёй. Но здешние, которые приселились в Хатти, сделали минус один этаж для животных, минус два этажа для себя. Потом сделали минус три этаж. Почему бы не сделать минус четыре, минус пять и дошло до минус двенадцать этажей. В данный момент в этом городе есть минус двенадцать этажей. Из них только минус пять было открыты археологами, исследовано. А мы можем спускаться только до минус второго этажа. Сейчас мы будем вовнутрь заходить. Я буду вам рассказывать, как эти первые люди здесь живут. Так, заходим в музей. Сейчас мы находимся в минус первый этаж. Здесь находился скот. То, что вы видите, вот эти деревянные, вот эти камни, которые это всё реставрация, внизу которые это всё реставрация. Полностью до мечети, где город закрывается. До этого было всё под землёй. Было здесь землекрестение, всё рассыпалось, открылось. И в данный момент реставрацию вы видите. Здесь находился скот. Например, откуда они воду с камней делали. Из-за того, что было, да, да, мечети всё закрыто, здесь было большое помещение. То, что осталось, они маленько здесь реставрированы, не оставили. Идём теперь туда. Лава из них выходила. Здесь была дражь, вода, озеро. Лава выходила, высушила воду. Потом потихоньку начала обжаривать землю. Землю таким образом появился, можете потрогать, это туф. Это такой вид земли. Он поддаётся эрозии. Появился туф сверху, которую вы видите. Это базар. На базар появился камнями, остатками, лавой, которые выходили. Вот здесь мы сейчас находимся. Это Хая-Шехер. 120 метров квадратов подземный город. Вообще есть 36-40 подземных городов. И они все между собой соединены. Смотрите, сверху есть два выхода, откуда можно заходить. Мы отсюда зашли. Есть отсюда выход. Этот неактивный. Отсюда тоже можно проходить. Но по самого подземного хода, прохода, несколько вариантов есть, которые под землёй. Потому что они все между собой соединены. Получается, минус 12 этажей здесь есть. Минус 5 было открыто. Археологи спустились. Минус 2 мы можем гулять, смотреть. Минус 12 этаж – это у нас, получается, могильный этаж. Кладбище. Там находится 20 тысяч человек. Здесь жило 60 тысяч человек. Здесь похоронено. В хатте первые люди, которые сюда поселились, они верили в 10 богов. Они были и кремировали своих трубок. Получается, каким образом? Они кремируют прах, который остаётся. Они сюда на такую же ячейку ставят. В общем, потом туфу землёй это всё покрывают. Таким образом могло сюда поместиться 4, получается, человека. И здесь стояла табличка, кто и сколько человек здесь находится. Мы минус 12 этаж не спускались, но при этом знаем, что там находится кладбище. Потому что хатте, даже когда они вышли и стали хеттами, эта хенская империя уже на улице начала строиться. Хетская империя, когда уже под землёй они вышли наверх. Они всегда точные, эти плиты всё, документальность они всё вели. Были найдены документы этого города, плиты, где были надписи, то, что минус 12 этаж это кладбище. И там находится в любом подземном городе минус последний этаж это кладбище должно быть. Получается, здесь первые люди жили 4 тысячи лет до нашей эры. Полтора тысячи лет здесь жили хатте. Потом два с половиной тысячи лет этот подземный город пустовал. После нет сюда заселились именно монахи, которые в Севердании в эту историю начали бежать. В Византию ехать сюда, на Анатолию начал пропускать. Там было разговор о том, что есть такой город, как Каппадокия, куда можно поселиться и тебя никто нигде не найдёт, ты можешь пропасть. И начался поток монахов. С нашей эры здесь уже жили монахи. Идёмте дальше. Второй этаж, где люди сами жили. Такие кровати у них были, вот такие большие, которые вы видите. Сейчас мы будем поднимать и смотреть. Там есть вот такие вот кровати. Здесь сюда стелилась шкура, помещалось три человека. В комнате примерно находилось две таких ячейки, куда вот люди жили, спали там внутри. Теперь вот то, что вы видите, это наши дни так шифонеры. Можно сказать, сюда складывали свои вещи, вот кувшины, то что есть. Они стали и монахи, и хати в своё время жили такими образами. Идёмте теперь сюда. У него есть свойство. У него есть свойство, он всё себе впитывает. Из-за этого и не пропускает, и не пропускает ничего. Из-за этого если на улице даже сейчас в данный момент 30 плюс, неважно, здесь всегда будет где-то примерно 9-10 градусов. Внизу если дальше выходить, здесь останется такая же температура. На улице если даже будет минус 3 градуса, здесь по-любому останется также 9-6 градусов. Это такого своего рода, это холодильник у них находится в каждом этаже, в комнате есть. Они специально его так отдельно ещё сверху сделали, чтобы там, если здесь 9-10 градусов, там по-любому 5-6 градусов бывает, потому что ещё сверху такой туннельчик сделан, она ещё охлаждает и не пропускает, получается, воздух, температура, оно такое холодное остаётся. Можете здесь посмотреть, от монахов осталась ширма, там есть веник, здесь, например, есть калоша, это осталось от монахов, несовременное. Там обувь есть, вот в таких жилищах они жили. Выход туда идёт уже на минус 3, отсюда оно закрыто, мы не можем туда спускаться. Это сейчас жили хетты, жили спокойно. Да, были фраги, это у Гуарту другие, получается, культуры. Фриги были, лиги были, они между собой, этот, стычки были, но не так, как у монахов. Это было в первую очередь это в Изанте, которая гоняла с той стороны сюда их. Они здесь тоже их искали, потому что изантийская имера здесь тоже была. Это первое. Второе, это были люди, которые здесь жили, остались от хати, от приго. Представляете, у человека есть 10 богов, приходит человек, говорит, что есть один бог. Естественно, они становятся врагами. Вторые враги, они были. И третьи враги, это были арабы. Самыми жестокими были именно арабы. Вот то, что вы видите, вот эта ячейка, отсюда воздухообмен происходит. В каждом этаже такой же проход есть, чтобы воздух заходил и выходил из комнат. Но многие из них закрыты. Почему? Потому что арабы были очень жестокими. Они думали, что здесь есть одна комната, словно муравей. Они пытались их здесь топить горячей водой людей. То, что здесь были люди, они думали, что здесь одна комната. Оттуда выливали горячую воду или огненную лаву. Огонь сюда отпускали, чтобы их убить. Они думали, что здесь нет такого прохода, города такого. Думали, все, одна комната, я их убью. Самыми жестокими были именно арабы. Идемте дальше. Как вы думаете, где мы находимся? Ладно, комната. Ну, уже тепло. Близко чуть-чуть. Уже кухня. Ага. Баня, стол. Угу. Кухня. Это у нас... Смотрите. Хатти никого ничего не боялись. У них вот такого образа. Там, где вы знаете, что это такое, да? Вот здесь огонь они делали. Ставили вот эти свои кувшинчики. Здесь они парили, жарили все то, что можно при... Хатти и хитов они делали. Но у монахов были враги. Они прятали здесь. Из-за этого монахи специально сюда ставили огонь, горшочек. Сверху покрывали туфом, чтобы он смог впитать. Еще сверху сделали, чтобы хоть половина сюда прошла. Сверху еще опять туфом закрывали. Таким образом, два и два раза они пытались вот этот дым, чтобы туф все себе впитал. Но при этом это им не помогало. Ну, 60%. Из-за этого 40% они лунным камнем, и они обрабатывали стену, сжигали, чтобы не проходило, не выходило все. На всякий случай вот эта чернота, это лунный камень. Смотрите. Вот это важное решение они принимали здесь. Иногда были жертвоприношения. Какие законы, куда и что делать, все принималось именно здесь. Здесь оно маленькое то, что между комнатной, но еще между городами. Все города подземные между собой соединены. Они доходят примерно 500 метров до километров может длиться коридор от города до города. 36-40 городов, говорят, есть археологи подземные. Они, говорят, доходят даже до Анталии. Почему я про это потом вам расскажу. Теперь, здесь первые люди жили в хате. Они были метр пятьдесят примерно, как я, росту. И за это им хватало вот такого вот потапка. Уже когда монахи сюда пришли, они в реставрацию сделали под себя. Сейчас мы будем проходить, который остался. Проход от хате, чтобы узнать, почувствовать, как они здесь жили. Будем проходить. Здесь экспортились. Идем. 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 Проход узкий пикпет. А ступеньки тоже они делали? Вот это все? А это все реставрация. Ступеньки тоже они сами делали. То, что вот когда мы захотели, так, чтобы спускаться. Железная, вот эта кирпично-каменная. Это все реставрация. Здесь довольно удобно. Вот так полностью закрыто. Катакомбы. Одним словом. Запоминаем это здание, потому что у нас всегда достаточно. Из-за этого практически вся архитектура в Пападонтии берется именно в эту туфу обыскать. Из-за этого нету профессионеров и нас в отелях. Мы не нуждаемся в Пападонтии. Сейчас уже у нас перед нами будут открываться мастерские. Вы говорили, ванна, баня, заходим. Мы стесняемся туда заходим. Это была ванна. Да. И монахи идут здесь. Получается, специально есть вот это место, где вино само собиралось. Таким образом, запретикало, они собирали вино. Это при монахах использовалось. Теперь. Эта дверь. Это и хати, и хеты. И монахи пользовались именно такой дверью. Оно начинается от 800 грамм до тонны может. 800 килограммов от тонны может доходить. Эта дверь использовалась. При хати хетов очень редко, но при монахах очень часто использовалось. Смотрите. Получайте, там есть щель специальная. Здесь стоит камень. Когда видят то, что враги оттуда нападают, этот камень убирают туда в щель, закрывают полностью дверь. И монахи уходят, освобождают город и начинают жить в другом городе. Они не возвращаются примерно месяц в свой город. Иногда бывало то, что они на улице не могут выходить 10-15 дней. Они не выходили, они находились под землей. Получается, они закрывают дверь и покидают свой город. Они через месяц возвращаются. Это тоже самый глазок, так скажем, который у нас на дверях в данный момент. Отсюда наблюдают, есть ли какое-то шевеление, кто-то или что-то есть там. Месяц уже прошел. Получается, если никого нету, они выкапывают вот этот туф с этой стороны. Камень, дверь падает туда. Таким образом они возвращаются обратно. Тогда вы у меня спросите, а почему арабы в Византии таким же образом не заходили сюда? При Византии таких прям заходов в подземные земли не было, не было подземные города. Но арабы пытались. Получается, они не знали, что за город вообще здесь находится. С другой стороны здесь остается вот эта щель и вот эта дырочка. Больше ничего нет. Это как будто вот сама стена получается. Как наверху есть же вот эта щель, так же оно остается. Они не знали, что там дальше есть подземные города и что можно вообще туф выкопить и дальше идти. Им казалось, они говорили то, что как будто туда кошка-собака зашла, шевеление вы видели. Но это какой-то зверек. И они из-за этого выходили с той стороны и покидали дальше, не шли. И оставляли города. А монахи через месяц возвращались сюда. Таким образом они пользовались дверями. Просто говорится о том, что здесь именно важный монах обмывался. Его промывали именно сидя. Его ставили сидя, его промывали, умывали, потом ставили в холодильник. Почему? Потому что, чтобы 10-15 дней хотя бы что-то сохранился от человека и как бы как нужно, чтобы на улице, когда выходили, как подобаетесь. Это монаху, христианину, чтобы могли его там со всеми традициями похоронить. И за это они держали в холодильнике 10-15 дней главного монаха. Вот такие вот ритуалы, традиции были у монахов. Это ритуальная комната для христиан. Идемте дальше. Вот здесь сверху была щель. Это было... Сверху смотришь вниз, получается. По земле, когда смотришь, там внизу щель. А у нас сверху. Получается, туда все свое добро каждый приносил и выбрасывал. Получается, туда залетают мухи. Они сделают свое дело, потом они на черви переходят, черви. И таким образом это все проходило, как бы гнилось. В этом городе есть четыре таких туалета. Такие же туалет, как в сельскохозяйстве, да? Вот в колхозе есть туалет, но он очень маленький такой. Яма идет. А здесь прям цельнедократная вот такая высокая яма. Четыре туалета здесь. Лететь. Ну, да. Минарет мы видим. Если купол и минарет убираем, что остается? На что похоже? На юрку. Почти на церковь. Вот эти. Посмотрите. Вот эти. Окошки. Это все церковь. Это церковь Ибрагима Паши. Местные называют так. Ибрагим Ваша это зять. Зять Ибрагим также называют. Сулит Ибрагим. Да. Сулит Ибрагим. Сулит Ибрагим. Да. Вот этот Ибрагим, он был мужем сестры султана Сулеймана. Какое? Неизвестно. По документам. Хотя в фильме там говорят. Но это не из них. Он сам с Кассирии, которая Каппадокия тоже составляет для христианов очень важное место. Это оттуда практически все сбора христианств. Оттуда начинается крещение. Оттуда начинается. С Кассирии он был приехал. Он был крестьянином. Потом стал мусульманином. И таким образом он стал, дошел до Паша. Стал зятем самого Сулеймана великолепного. Он очень уважал и любил христианские эти дома, церкви, фрески, которые внутри находились. И хотел, чтобы они сохранились. Да, Сулейман великолепный, уважал другие эти религии. Но не все могли. Если он умрет, другой султан придет, он мог уничтожить такую красоту. Из-за этого он специально использовал такую технику, скажем. Он оставлял внутри. Сейчас туда есть зайти. Там внутри также фрески. Все написано. С арабскими все добавлено, как мечеть. Но при этом он просто делал сверху в минаре. Вот этот купол. И остальное то, что внутри при к церкви, как было, так же оставалось. Таким образом он сохранял христианские церкви. Вот завтра некоторые будут летать. И некоторые будут смотреть, как летают. Правильно? Я вам говорила, что здесь есть монополия. Хотя говорят, что здесь как холдинг, есть акционеры. Нет. Здесь одно монополия. Это известно уже давно. Все знают. Но при этом документально так идет. Теперь в Турции есть такой закон. Если ты строишь мечеть, 5% налогов ты можешь не оплачивать государству. Все. Короче, выходим из этой лакашки первой. В общем, это подземные города, в которых жили сначала одни, потом другие. Внизу находится красивый город. И теперь мы едем обедать. Обеды не включены в этот тур. Не оплачиваются отдельно. Стоит каждый обед по 15 долларов. То есть 30 долларов я заплатил за два обеда. Это дополнительная опция. Включены только завтраки и ужины. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует...